Я начинаю в последний доклад конференции с самого начала. «In my end is my beginning». С того, что резюме, которое мы посылали для разработки этой темы времен года, чтобы напомнить его и докладчикам, и тем, кто, естественно, этого резюме не читал. Человек проживает свою жизнь в линейном времени с чётким обозначением начала и конца и одновременно ощущает себя в циклическом времени, времени вечного возвращения и повторения. Жизнь основана на календаре. Единица – год, отмеченная точка – конец и начало. Год разделён на временные единицы вплоть до такой атомарной структуры. И всё это описано многократно, в основном в виде календарных праздников с огромной литературой. И, как ни странно, основное деление года на сезон, на времена осталось несколько в стороне. Вот эти четыре сезона, которые подчиняют себе месяцы, дни и год в гораздо меньшей связи с реальными условиями, скажем, климатическими и другими, чем это представляется. И мне казалось, что тема времён года не нашла своей ниши в календарных исследованиях. Она рассыпается в основном на праздники. При том, что тема времён года в фольклоре, в литературе, в искусстве, в музыке необыкновенно популярна. Она не просто популярна, она, можно сказать, почти... Она не исчерпана, потому что она всё время самопорождает себя, но почти избита. И когда эта тема предлагалась, то кто-то принимал её сразу, а кто-то с таким большим резервом. Мы разговаривали с Казанским, которому действительно сначала это показалось уж слишком избитым. Потом он вспомнил Аристотеля, что известное известно немногим. Поэтому такая известная избитая тема может нести в себе много сюрпризов. Следующий шаг. Я поняла, что надо каким-то образом поворачивать эту тему на неизвестное. Я спрашиваю, значит, год состоит из чего? Из четырёх времён года. А поскольку, сколько они каждый занимают? Каждый по триместру. И значит, все укладываются в год. Да, все укладываются в год, говорят носители нашей традиции. Я говорю, а как же так получается, что у нас зима – декабрь, год кончается зимой, а следующая зима уже в Новом году. А мы считаем Новый год. Это что же они не укладываются? Что вызывало действительно такое сначала некая пауза, потом, конечно, объяснения такие прагматические, позитивистские, исторические. Я говорю, на третьем шаге эти объяснения перестанут работать. Начинается что-то такое, условно-семиотическое. И следующая цитата, так сказать, по-на-даму Казанскому, конечно, мне пришла из Пастернака насчёт простоты. Она всего нужнее людям, но сложная, понятнее. То есть для того, чтобы говорить о временах года, надо помнить или представлять их сложными. И задача семинара состояла в заполнении этой лакуны в несколько ином взгляде именно на времена года. Количество примеров, как мы увидели, было необозримо, но все они, в общем, вертелись вокруг количества сезонов, числа сезонов, их отличия друг от друга. Поскольку я выступаю последнее после этого большого числа примеров, я себе позволяю выбрать свои примеры почти случайно, скорее на основе того, что произвело на меня впечатление. И первый – это шагал. Так, пошёл он, да? Он двигается. Шагал. Четыре минуты занимает этот ролик. Это мозаика, чикагская. Мозаика называется «Четыре времени года». Действительно, бывает такой мифопоэтик, шагал, такое воплощение мифопоэтического. Действительно, бывают странные сближения, потому что именно в Чикаго в течение нескольких десятков лет работал мифопоэтик Элиады. И вот мозаика «Четыре времени года», открытие которой было в 1974 году. Значит, это мозаика, это громадный параллелепипед, длина 21 метр, высота более 4, ширина 3 метра. Параллелепипед, который надо обходить. Есть рисунок и на верхней плоскости, но тут мы это, естественно, не увидим. Его можно увидеть только из окон Чикагского банка, в скверике, перед которым и установлена эта гигантская мозаика. То есть предполагается, что вокруг неё надо ходить. Посмотрите, из чего она состоит. Трудно было найти более или менее подходящее изображение. Как ни странно. А как её изобразить, если она такая громадная? Три отзыва об этой мозаике. Первый – самого Шагала на открытии. Значит, ему было 74 года. Я выбрала тему «Четырёх времён года», потому что я надеялся или знал, что через эту площадь ходит много народу, поскольку она находится в самом сердце Чикаго. Объяснение. Для меня четыре времени года представляют жизнь человека и физическую, и духовную, и её разные стадии. Я надеюсь, что у чикагских жителей возникнут те же чувства, когда они будут ходить вокруг этого произведения. Что здесь от времён года? Дальше. Отзыв искусствоведа. В этой работе художник как бы собирает вместе свои любимые образы, разбросанные в разных произведениях и ранних, и самых последних. Их вы все видите – люди, коровы, козы, рыбы, цветы, лошади, музыканты. Кроме того, бытовые детали и Витебска, и, кроме того, и пейзажи Чикаго. Не надоело ещё смотреть? Так вот досмотрим. Всё это, говорит искусствовед, связано единой гармонией, единым ритмом, ощущением радостной полноты и непрерывности жизни. Венчает композиции образ солнца. А современный турист, причём вполне интеллигентный турист, который описывает, как он смотрел это, говорит, я только не понял, при чём тут времена года. и он прав. Так, подождите. А было? Как её выключить-то? Она так шла? И он прав, потому что время заложено имплицитно в круговращении шагаловского мира и в его свободно-хаотическом пространстве. В общем, это времена года, не делящиеся на времена года, а антропные по преимуществу, что вполне соответствует антропности архетипической модели мира. Мне кажется, это великолепный пример свободы обращений с сегментацией времени и пространства, при том, что для нас в четырёх временах года самая важная сегментация. Конечно, вторгаться в искусствоведение при искусствоведах довольно неосторожно. Я защищаю себя тем, что я это подаю в таком семиотическом или мифопоэтическом ракурсе. Столь любимые всеми циклы времена годов они в общем начинаются с традиции часословов. Часослов начинается с календаря. И 12 месяцев ведут нас по году, причём они все месяцы должны быть разными, трудные задачи для художника, но объединёнными по три, чтобы мы отличали и каждый месяц, и время года. Как это сделать? С помощью клишированных пейзажей. Зима, снег, независимо от климата, весна, цветы, лето, плоды, и сцены сезонных занятий и работ, и развлечений. Человек и природа, человек в природе. Прочные формулы, всё просто, но они все идут со сдвигами, потому что невозможно связать ни месяц с определённой, дать ему определённое выражение, ни триместр, ни время года. Всё построено на амбивалентности, чёткости и расплывчатости. Больше картинок не будет. И богатейшего часослова герцога Берийского не будет, и фламандского часослова, и огородника Арчимбольда ничего не будет. Одна картинка Брейгеля уже была, а Брейгеля я описываю словами. Но до Брейгеля я приведу пример часослова, месяца слова словесного. То есть он музыкальный, но на самом деле словесный. Это Чайковский времена года. Ну, я думаю, все, кто занимался музыкой, через это прошёл в детстве, через времена года. Названия и стихи, которые соответствуют каждому названию, и Чайковскому не принадлежат. Это был чистый заказ, ему дали и название, и стихи, он должен был к этому подобрать музыку. Что он и сделал. И вот 12 месяцев по каким принципам они расклассифицированы. Совершенно не по сезонам. Принципы, условно говоря, фенологические, это март, жаворонок, апрель, подснежник, и с такими лёгкими сдвигами. Январь у Камелька, то есть надо догадаться, что это холодно, и май белые ночи. Это уже такой Петербург, для нас петербургская специальная реалия. Конфессиональные это февраль и декабрь. Причём такие, ну как бы полуязыческие. Это масленица февраль и декабрь святки. Дальше. Сезонные работы и занятия. Июнь, июль, сентябрь. Синокос, жатва и охота. Отсылающие к сезону. Единственная октябрь, осенние песни. И неизвестно какие. Это июнь Баркарола никак ко времени, ни к времени года, ни к месту не относятся. И ноябрь на тройке. Тоже нет такого, что причём там из-за стихотворения не глядишь с тоской на дорогу. То есть это абсолютно не относится не только в ноябре глядели с тоской на дорогу. Вот вам, пожалуйста, часа слов, вот вам месяца слов, часа слов, вот вам разделение на времена года. Когда я до Брейгеля дошла, избитая вещь, но я сделала такое, я обратилась к носителю традиции нидерландскому Оле Тилки, с которой я благодарю. Это всё-таки несколько другое. Значит, Брейгель, картина времена года, Питер Брейгель старший. Известно, что было заказано это и называлось это месяца года, то есть по названию первой части часа слова. Сколько картин было заказано, сколько выполнено, неизвестно. Осталось пять, разбросанные по разному музею. Но это как раз не важно. При этом название картин произвольное, не было же названия, значит, по тому, что кому кажется, из этих картин пяти, значит, это охотники на снегу, пасмурный день, сенокоз, жатва и возвращение стада. Значит, к сезону относятся только сенокоз и жатва, и то со сдвигами у Брейгеля. Охотники на снегу. Это декабрь, январь, ноябрь. Возвращение стада. Нет такого, как я понимаю, обряда. Есть выгон стада, а возвращение, это непонятно. Это же не отгонное пастушество, как на Балканах, когда возвращают стадо зимой. День, когда возвращает стадо, а когда он непонятен. И что там еще? Пятое уже. Сумрачный день. И сумрачный день. Непонятно, к чему он относится. Значит, разделили. Решили пять картин. Шестой апрель-май нету, потому что нету ничего яркого. А вообще май, апрель-май должно быть майское дерево или вообще что-то такое лирическое. А остальное непонятно. Охотники на снегу. То ли начало года, во времена Брегеля год начинался с Пасхи, плюс существовал латинский Новый год 1 января. Тогда началом могут быть и охотники на снегу, и пасмурные день. Значит, что получилось? Есть пять картин, которые мы, мы в широком смысле, пытаемся втиснуть в некую схему. Они не втискиваются. Ну, значит, вот у нас пять по два месяца на картину, и один почему-то пропускается. логики нет, но зато соблюдается, что это четыре времени года. Теперь меня поражает то, как это нашей, будем считать нашу модель мира секуляризованной или культурной моделью мира, до какой степени для нас важны одновременно две вещи. Чтобы было четыре сезона, обязательно, мы от них не отказываемся. и то, что каждый сезон он расплывчат. Одно переходит в другое. В тот год осенняя погода стояла долго на дворе, зимы-зимы ждала природа, снег выпал только в январе. Значит, Пушкин искусно так сказать обходит. Что же это такое было? Это была такая осень длинная или зима? Казалось бы, ну почему не ввести в нашу вот эту четкую модель мира? Я уже скажете. То такое, значит, да, есть времена года, но они расплывчатые. Давайте так, что в этом году осень четыре месяца, зима два месяца и так далее. Нет, никогда мы должны быть в рамках четырех времен года. Теперь, в русском языке и уж не знаю в каких, во французском очень хорошо различий nouveau и neuf. Нouveau – это нечто обновляющееся, ну уже существовавшее, а neuf – совершенно новое, правильно? Ну так, правильно. Новый год называется en nouveau, но в нашем восприятии надо было бы по временам года каждый год называть «aun nos», то есть совершенно новый, потому что каждый год мы поражаемся совершенно аномальным явлением природы. каждый год традиции Москвы и Петербурга начинается внезапный снегопад, совершенно внезапный, который парализует всё, начинаются… и как же коммунальные службы не подготовились, ведь это же бывает каждый год. Это бывает каждый год, но мы это воспринимаем как нечто neuf, и так же дожди, то есть все повторяющиеся явления природы мы воспринимаем как совершенно новое, но на фоне этой очень жёсткой схемы. как это получается не отказываться от этих триместров и в то же время понимать, что всё расплывчато. Значит, четыре времени года и одновременно вот эти такие квазинаучные разговоры о потеплении, о парниковом эффекте, об озоновых дырах и так далее, я всё жду, когда вот в эту модель войдёт адронный коллайдер. Либо как объясняющий времена года, либо как всё нам испортящий, портящий, либо наоборот как надежда, что вот тут-то всё и начнётся по-другому. я уже наверняка и сейчас я кончаю, да, я сейчас нет, я кончаю, потому что примеров очень много, приходилось их просто убирать, все эти цитаты, и и кончаю я следующим, это уже как бы для себя, вы знаете, я действительно очень люблю Данелайтиса, и он для меня не такое классическое произведение 18 века, которое учат, читают, и это скучно бывает, для меня, конечно, он ложится на вот эту старую мифологическую, мифопоэтическую традицию, начинающуюся с греческого к гречески, латыни, поэтому когда в докладе коллеги Сташкевича шли эти примеры, греческий, латыни, а потом литовский, а литовский-то древний, литовский-то сохранился, можно сказать, древний индоевропейский с тех самых времен, вот я это и как-то особенно чувствовала, и поэтому осмеливаюсь после великолепных чтений вчерашних просто не только для собственного удовольства две, прочесть три строчки «Зима, смотришь и диву даешься, соженные бороды свесив, перед тобою стоят в кудрях осыпанных снегом высокорослые сосны, как барри в напудренных буклях». А почему я это читаю? Этим цитатным пейзажем начнется фильм, который сейчас будет показывать его автор Рита Балкуди. И этот фильм и есть оживший часа слов, который объединяет человека и природу в рамках или в раме года и его времен. Все. АПЛОДИСМЕНТЫ времен года у нас всегда хочется такого и в жизни нашей строгого порядка, как мы будем с Данилайзисом, что все порядочно. Но все равно как нам нравится жить так расплывчиво, как в картинах Шагава. Пожалуйста, вопросы, комментарии. Комментарии можно? Да, да. Давай с этим, а то не слышно путят. Спасибо. Я слышу прощения за свою смелость. Только в микрофон, ради бога, тут глухие есть. Микрофон прямо. И поэтому если не умеет. Ой, ну да. То, что говорила Катя Благуновна, для меня было очень важно. Потому что, когда я получила программу «Связательный по-другому», я впервые поняла, какое важное значение вот эта тема времен года имеет для исследований. И в частности, я хочу обратить внимание, что на семинаре, если я не ошибаюсь, отсутствовала тема сада, с которым казалось до времена года связано совершенно непосредственно. Что такое сад, да, и деморет, посажаем, собираем и так далее. И я поняла, что тема времен года дает возможность совершенно по-новому взглянуть даже на проблему сада. потому что тема времен года связана с саду, взаимоотношения, натуры и культуры, с темой времен года связана категория времени, как она организуется в саду, и с этой же темой связана связана с темой смены типов садов. Потому что времена года в саду регулярно в французском это одно, а тема времен года в данном стечном английском это совершенно другое. И отсюда можно, вы знаете, делать чуть ли не политические выводы, потому что если мы возьмем сад 17 века, там где Людовик по словам Сан-Симона прогуливался в любую погоду, что это было? Людовик не признавал времена года, потому что весь сад 17 века, сад ворочный, ориентирован на преодоление влияния природы, ориентирован на то, чтобы скрыть ее следы в саду, отсюда вечно зеленая растительность, отсюда эти все хатки светали, которые выносятся и вносятся в течение дня, даже если приличная погода, все это выносится, и опять сад делается зимний, делается зимний. То есть проблема времен года раскрывает какие-то совершенно новые стороны в саду. Я не знаю, сколько я могу об этом говорить, я хочу закончить это, просто если бы мне удалось в этом не таком сне и не подготовленном специальном выступлении доказать или как бы зародить мысль о том, что сад необходим для исследования темы времен года, а времена года необходимы для того, чтобы понять сущность сада, то я буду считать свою задачу выполненной. Вы знаете, на что еще хочу обратить внимание, и даже для меня это скорее вопрос к вам адресован и поскольку с природой стая связано, а для меня тема отношений сада в саду природы, натуры и культуры чрезвычайно важна, потому что в саду вот эта метаморфоза природного образа совершается не до конца, она как бы оказывается прерванной по сравнению с живописью или там литературой, где природный образ превращается это не земля это не вода это слово это вербальная форма то же самое происходит и в живописи пейзаж на картине это пейзаж а не природный ландшафт это категорически в саду этого нет сад всегда садуется на пограничии вот это определяет его сложность взаимоотношений с временами вода и возвращаясь к стилям почему французский и английский сад отличаются потому что по-разному их мастера хотят или показать влияние времен года или скрыть их и вот эти две стороны они опять дают новый взгляд назад и я уже на самом деле заканчиваю только вам прочту вот вынес может быть сейчас или вот это не очень интересный вопрос ведь топа сада как бы не очень присутствует на лодной культуре и вообще даже когда узнала что вот в этом фундаментальном сервале с лавянской древности отсутствует вот это статья о саде и мне это как бы было удивительно но когда но когда я встретила вот такую вот такую народную загадку ставится в саду двенадцать гряд на гряде по четыре борозды на борозде по семь качни вы знаете так глубоко не задумываясь я так решила вот эти двенадцать гряд четыре борозды это наверное времена года и потом и потом на каждой посеве потом я начала думать я поняла что недели вообще пропущены их нет вот в этой структуре вот этого сада сада-огорода нет времен года потому что двенадцать это месяц да четыре борозды это четыре недели потому что в каждой борозде по семь качлов по семьи недели нет времен года в этом саду да нет вот какие глубины открываются от эпидемии большое спасибо за эту тему спасибо можно сказать что досадно что нету саду пожалуйста еще вопросы спасибо что касается вот этого переходящего момента из одного так сказать время ввода в другое скажем в Литве наверное немножко отличается от всеобщего так сказать но мне в мифопоэтике скажем нигде не удалось обнаружить чтобы фигурировал такая замечательная птица как аист какие-то есть жаворонки там шумарцы там еще аист как-то я не может быть я логую литературу читал там не обнаружил но я знаю что в Литве есть определенный конкретный день святой Варфоломей 24 апреля когда аист поднимается из твоего гнезда и начинает он со своим детенышами крутить круги и планировать так сказать над своим гнездом и над этим хозяйством кто его принял связь человека и птицы и они вот эти гниги делая помедленно медленно медленно все выше 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 и достигая облаков они удаляются и больше уже не возвращаются вот есть ли эта птица так сказать имеет ли определенное место в поэтике сравнение в связи с временами года ну конечно я думаю это надо смотреть по традициям вот Варфоломей Настя ну вы не помните поверье с днем Варфоломеи там что-то животное выходит из земли и все сейчас я не помню румынский конечно конечно как точка перехода ну вот так сказать точка перехода к весне ведь это же решается в разных кодах код животных код растений код погоды и вот это и колебаться вот у вас и кстати в этом слайд-шоу было это мне жалко что они они были без названий когда у вас такой снежный пейзаж и провал видно что влажные следы и вы пишете ну вот что это зима начало зимы нет а на самом деле это март то есть вот с одной стороны это и нам для того чтобы поддержать вот эти четыре времени года нужны очень четкие точки ну как русский народный календарь сейчас вспоминаю только когда Алексей человек божий с гор потоки это март 30 ну да да так что конечно это надо идти по таким вот по слоям и по кодам и по хочу предложить еще один критерий описание как-то отойти от народной культуры и перейти к калитарной, которая, безусловно, более интересна. Так вот, я считаю, что есть такой критерий этноментальной аксиологии. Какие поэты какой национальности больше любят описывать какое время года, аксиологически и статистически. Так как русский человек по своей сути эгоцентричен и занят сам собой и своей личностью, то, как мне кажется, несмотря на «О весна без конца и без края», русские поэты, особенно польские, любят осень. И это не значит, что они ее хвалят. Они сами печальные и унылые, как, например, Чехов. И также уныло вот это «Я на даче один». Вот это воплощение. И посмотреть, сколько на какое время приходится поэтических произведений высокого класса. И какой в каждой нации больше куда. Например, на англичане, по-моему, зиму больше любят. Вот это такой интересный критерий. – Владимир, насчет стригов, это очень интересный важен. – Насчет чего? – Стригов по отношению каких-то инфрационных членов. Но тут стоит проблема соотношения, насколько жестко должно быть это соотношение в нашем восприятии названия произведения и семантики, собственно, изобразительной. Потому что к определенным эпохам это не так жестко, как мы привыкли это к новоевропейской традиции. В частности, Бройгер, известно, что не столько ориентировался на сезоны и изображения сезонов, как это могло бы быть на медической традиции, сколько на иллюстрацию некоторых европейских произведений. Но в терминах телесных метафоров, в этом смысле он действительно очень связан с традиционным мифологическим календарем. Например, вот там, где жатва, жатва представлена изображением ленивого человека. – Какого человека? – Ленивого, там он лежит просто, отдыхает. – А, в этом смысле. – То есть, на самом деле, тут сложно тоже исключать из рассмотрения вот эта реводация на текст, на библейский текст, который, собственно говоря, был для Бройгеля более важен, я думаю, чем, собственно говоря, изображение сезона как такового. Как вам кажется? – Спасибо. Вы знаете, я отвечу опять на примере Бройгеля. Бройгеля, хотя вы-то и занимались названиями картин и так далее. Значит, строго говоря, про этот цикл Бройгеля известно только то, что некий, ну я забыла его фамилию, фламандский купец заказал ему картины, которые назывались «Месяцы года», так, как называлась первая часть Часослов. Больше, календарная часть Часослов, больше нам ничего не известно, строго говоря. Никаких названий картин тогда не существовало. Когда они появились – неизвестно. По какому принципу они названы, вот эти вот пять картин? Я уже говорила, какие-то, ну ясно. Причем очень интересно, что в нашем лихом интернете сенокос и жатву путают по названиям, когда дают картинки. Вот вам, пожалуйста, степень точности. Это неважно, это какое-то лето, что-то такое делают бабы с граблями рядами. Ну вот, поэтому это очень, по-моему, эффектный пример, когда пять картин строго по месяцам, хотя ни одна, кроме сезонных работ. Вот в Часословах, в картинках Часослов, самый четкий критерий – это сезонные работы со сдвигом. В том же Брейгеле жатва, она должна быть в августе, но там трясут плодовое дерево. Значит, очевидно, это сентябрь. Тогда искусные, ну, искусствоведы или толкователи говорят, значит, Брейгель каждую картину на два месяца ориентировал. А про два он просто не написал. Или они пропали. Дилетант по искусству возникает впечатление, что был заказ у Брейгеля конкретным капиталистом. Брейгель подобрал, что у него было под рукой. Значит, а поскольку все картины соответствуют какому-то сезону, картин без сезона вообще не существует, получился такой набор. А мы сейчас ищем там логику, и логику действительно находим, ибо логика в природе существует. Ну, пейзаж-то мы, вот, и если бы у нас, в нас не сидело это вот чёткое, что должно быть четыре времени года, мы должны определить, в каком мы времени года. У нас с Брейгелем бы стольких проблем не было бы. Ну, пейзажи. Возможно, это лето, возможно, осень. Это особенно к чему? К пасмурному дню относится. Он непонятно абсолютно, к какому времени года относится, к осени или к весне. Ну, действительно, совпадает и весенняя осень, так что там страстно ласкалась к нему. Ну, просто кончаю. У Иллиота в четырёх квартетах замечательный такой фрагмент о вневременном лете, который врывается в зиму. Это фальшивое лето, которое совершенно не повторяет настоящее лето. Вот, понимаете, всё время хочется сегментировать. Пожалуйста, ещё раз. Только громко, если хотите, чтобы я слышала. что почему да не место не времени вы знаете ведь я и сказала это не чайковский придумал это шло не от музыки значит его заказчик назвал цикл времена года и разделил его то есть это классификация заказчика вам она не напоминает эти пять картин брейгеля так что как и почему ну теперь скажите мне это где происходят эти времена года это совершенно климатически непонятно и причем тут баркарола видите ли вы в русской традиции знаете пейзаж сороки где лодочник еще и поет баркаролу почему он так вот это вот но я не думаю что этот бернард по моему издатель чайковского так занимался историей садов вот просто пришло ему июне баркарола плыви моя гондола заринарной что да заказчик но поэтому я сбрыгал им его все ему было определено и чайковский пишет только что спасибо что гонорар такой высокий еще вопрос я знаю художников они очень любят заказчик не любят но они выполняли меня не любят да когда деньги если деньги не нужны то не любят тоже выполняет заказы да но выполняет так вот кстати ведь в вильнюсском университете насколько я знаю фрески времена года все мы